Инсталайв 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 Институт социально-философских наук и массовой коммуникации сравнительно молодой институт в структуре Казанского федерального университета. Ему в этом году исполнилось всего лишь 6 лет. Вместе с тем он за 6 лет превратился в крупнейший центр научно-образовательный в области гуманитарного и журналистского образования. Несколько цифр. Сегодня в институте учатся 2204 студента, работают около 250 сотрудников, из числа студентов почти 160 человек, иностранцев из 16 государств, а соотечественники представлены 54 субъектами Российской Федерации. Особенность института в том, что он дает фундаментальную и прикладную обществоведческую гуманитарную журналистскую подготовку по 10 направлениям подготовки. Такого нет ни в одном гуманитарном институте Казанского федерального университета. От теологии до рекламы и связи с общественностью, от философии до телевидения и телепроизводства, политология, социология, конфликтология, религоведение, теология. В общем, 10 направлений полного цикла, то есть бакалавриат, магистратура и аспирантура. Институт — это не только учеба, не только высочайший уровень исследований. Замечу, что больше чем три четверти преподавателей института — это ученые и преподаватели с учеными степенями, а почти одна четверть сотрудников — доктора наук, профессора. Но институт, конечно, это и самодеятельность студентов, органы общественного самотравления, большая, яркая, творческая общественная жизнь. Нам есть чем гордиться. Студенческий совет института, его лидеры неоднократно занимали самые высокие места в общероссийских, окружных и республиканских состязаниях. Воистину, наш студсовет — один из самых лучших не только в округе, но и в Российской Федерации. Это неоднократно подтверждено самыми различными дипломами и званиями. Особенностью института является, во-первых, сочетание фундаментальных подходов с прикладными технологиями образования, достаточно высокая развитость образования в онлайн-режимах, что весьма актуально в связи с переживаемым страной, достаточно сложной эпидемической обстановкой. Это, во-вторых, индивидуальный подход к студентам, выстраивание, ну, можно сказать, почти индивидуальных образовательных траекторий. В-третьих, это, конечно, установка на поддержание духа критического творческого мышления на всех направлениях подготовки. И последнее, что надо отметить, высочайшая общественная, социальная ориентированность, направленность наших учащихся. Нет ни одного более-менее крупного общественно-политического, медийного мероприятия, университетского, республиканского, окружного, российского и даже международного значения, в которые бы не играли свою, как модно говорят, центровую роль студенты и сотрудники Института социально-философских наук и массовой коммуникации. Поэтому приглашаем вас учиться к нам. Спасибо. Есть кому-нибудь что-нибудь добавить? Если нет, то предлагаю, собственно говоря, перейти к вопросам. Заранее мы уже собрали некоторые, подготовили для вас. И давайте начнем с классического вопроса, который касается срока поступления. Собственно говоря, когда можно подавать документы, если мы говорим о бакалавриате, о магистратуре, об аспирантуре? Ну и весь поле для Алексея Валерьевна. Да, конечно. Добрый день. По поводу приема документов. Безусловно, приемная кампания в университеты, она непосредственно зависит от сроков проведения ЕГЭ. Потому что большая часть направлений подготовки, она принимает заявления от будущих студентов на основании как раз результатов ЕГЭ. В этом году университетам принято решение не сдвигать сроки подачи самих документов. То есть мы начинаем прием ваших заявлений на последующее обучение уже с 22 июня. Это касается бакалавриата и магистратуры. Завершение приема документов будет зависеть непосредственно от приказов Министерства науки и высшего образования, которые мы ждем. Ориентировочно мы планируем проводить внутренние вступительные испытания во второй половине августа. И планируется, что первые приказы о зачислении наших студентов будут уже в конце августа опубликованы. Что касается приема документов в магистратуру. В магистратуру это в первую очередь, конечно же, поступают выпускники уже вузов этого года или прошлых лет. И, соответственно, здесь, поскольку вузу завершают образовательный процесс вне каких-либо нарушений сроков, соответственно, все своевременно в конце июня уже получат или в начале июля получат свои дипломы о высшем образовании. Соответственно, здесь вполне стандартная ситуация. То есть мы начинаем принимать документы для поступления в магистратуру также 22 июня в социально-образовательной сети, буду студентом. Вступительные испытания в магистратуру мы планируем проводить в первой половине августа. И, соответственно, вторая половина августа, простите. А это будут уже первые приказы о зачислении в магистратуру. Что касается формы тоже подачи документов, это достаточно частый вопрос. Я, пожалуй, сразу на него отвечу. В этом году Казанский федеральный университет, точно так же, как абсолютно все вузы в Российской Федерации, будут принимать заявления и документы от абитуриентов исключительно в дистанционном формате. В Казанском университете уже много лет работает и отлажена социально-образовательная сеть, буду студентом, куда все абитуриенты подают свои заявления, прикрепляют сканы своих документов, подтверждающих личности, документы об образовании. И, соответственно, исключительно в электронном виде мы будем осуществлять и процесс зачисления. Пожалуйста, обратите внимание еще на один момент. Я думаю, абитуриенты знают о том, что зачисление на бюджет до настоящего времени, до этого года, было возможно только и исключительно при наличии оригинала документа об образовании. В этом же году мы будем принимать оригиналы документов в течение первого года после зачисления студентов. Об этом уже опубликован приказ Министерства науки и высшего образования. И, соответственно, зачислять студентов, в том числе на бюджет, мы будем исключительно по копиям документов и по заявлению о согласии на зачисление. Давайте тогда сразу немножко уточняющий вопрос касаемо сроков обучения, если мы говорим об очной и о заочной форме обучения. О сроках обучения? Продолжительность. Продолжительность, да. Если мы говорим о бакалавриате, то очная форма обучения предполагает 4 года обучения, заочная форма обучения бакалавриат – это 5 лет. Если мы говорим о магистратуре, то очная форма – это 2 года обучения, а заочная форма – это 2,5 года обучения по стандартному учебному плану. Спасибо. Ну и вопрос, который, в принципе, зачастую всех волнует – есть ли бюджетные места в этом году, а если нет, то где смотреть сумму оплаты? Сколько будет стоить обучение? Да, бюджетные места, безусловно, предусмотрены, в том числе в Институте социально-философских наук, но на данный момент, к сожалению, не на всех направлениях подготовки. Так, бюджетные места на данный момент есть на философию, религиоведение, теология, политология, социология. Это те направления, которые уже сейчас обеспечены бюджетными местами на 2020 год. Мы говорим о бакалавриате. Да, я говорю сейчас в первую очередь о бакалавриате. Бакалавриат по направлениям конфликтология, журналистика, телевидение, рекламы и связи с общественностью, медиа, коммуникации. На данный момент, к сожалению, предусмотрен прием только на контрактные места. По поводу стоимости обучения. Мы ежегодно ориентируемся на небольшой индекс увеличения стоимости по сравнению с прошлым годом. В этом году планируется приблизительно стоимость обучения около 140-150 тысяч. Приказ о стоимости платных образовательных услуг будет опубликован на сайте приемной комиссии Казанского федерального университета ориентировочно до конца мая. Поэтому огромная просьба следить за информацией на сайте. И как только приказ будет подписан, он тут же будет опубликован. Я немножко дополню Екатину Валерьевну относительно бюджетных мест на направление Высшей школы журналистики. На очной форме, на бакалавриат действительно их нет. Но вот у меня план приема. Все-таки 23 места на направление журналистики и телевидения. Заочная форма выделена. Это если мы говорим о бакалавриате? Да, только заочная форма. Тут как раз просто в чате в данный момент спрашивают. Вопрос, наверное, больше будет Леониду Григорьевичу. Есть ли какие-либо изменения в количестве бюджетных мест на магистрской программе по телевидению? Согласно официальным документам, их 4. Тоже сокращение, да? Если количество бюджетных мест по дневной магистратуре, да? Здесь мы говорим, да. На дневную магистратуру у нас также 4 бюджетных места. Видимо, имеется в виду как раз очная дневная программа. Какие направления? Телевидение. Телевидение. Ну, здесь дается 15 мест на рекламу связи с общественностью, журналистику и телевидение вместе взятых, да. Их распределили равномерно. Как Леонид Григорьевич поделит, это у него спрашивайте. Давайте тогда попробуем дальше по вопросам. Собственно говоря, какой проходной балл на социологию в этом году и когда туда поступать, надо сдавать математику базовый или профильный уровень? Да, наверное, ко мне вопрос. Значит, что касается математики. Вот смотрите, любое ЕГЭ, которое вы сдаете, если оно необходимо для поступления в ВУЗ, это обязательно профиль. С базовой математикой вы ни в один ВУЗ не поступите. В социологии в качестве перечня вступительных испытаний имеется там математика, соответственно, это обязательно профильное. Что касается проходных баллов. Мы можем сейчас говорить о проходных баллах только по прошлому году, потому что проходные баллы формируются на основании конкурсных документов, то есть набора тех абитуриентов, которые подадут в этом году заявление. Соответственно, о проходном балле мы сможем говорить в этом году только после завершения приема заявлений. В прошлом году проходной балл на бюджет на социологию был 242 балла по сумме трех ЕГЭ. Какие предметы ЕГЭ необходимо сдавать для поступления на медиакоммуникацию? То есть какие три экзамена? Медиакоммуникация, там у нас общество знания. Общество знания, литература и русский. Литература и русский язык. А если реклама и связь с общественными, там иностранный язык. А творческих там нет, там нет творческих дополнительных экзаменов. У нас есть вопрос, который, в принципе, постепенно становится классическим. Где потом работают выпускники? В частности, спрашивают про направление политология и социология. То есть где потом искать себя ребятам, которые там учатся? Ну, политологи, социологи, вообще говоря, без работы не остаются. Социологи традиционно распределяются в различные социологические службы, различные центры изучения общественного мнения. На должности социологов предприятий, где они еще сохранились. Политологи, у них тоже вообще неплохие карьеры. Они их очень довольно настойчиво зовут работать в аппарат политических партий, в частности, в республике. Это партия Единая Россия, Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия. Они работают в аппаратах органов государственной власти. Ну, у нас, например, в Государственном совете, в мэрии и так далее. А у нас еще такой вопрос. Почему существует разделение на телевидение и журналистику? В чем различия в обучении? И просят кратко. Ну, различия достаточно серьезные, потому что под журналистикой, под тем образованием, которое дается по этому направлению, мы подразумеваем прежде всего классическую журналистику, текстологию, умение работать с текстом, умение работать со словом, ну и, соответственно, правильно его оформлять, размещать, используя современные технологии и так далее. Я не буду просто подробно, да, о том, что такое журналистика, рассказывать. Что такое телетелевидение? Там даже, если точнее название брать, телепроизводство. Это куда шире? Если вы обратите внимание, там три профиля подготовки. Это телевизионная журналистика, где, да, журналистика сочетается с телекартинкой. И тут вот есть родственное, видимо, то, о чем спрашивают, в чем различие и так далее. Хотя я сейчас еще остановлюсь. Второе – это мастерство телеведущего с углубленным изучением английского и китайского языков. Это уже больше к такому творческому, ну, скажем, тяготеет к творческой составляющей. И телевизионные режиссуры, продюсирование. Это совершенно специфический вид деятельности по производству видеопродуктов, не всегда имеющий отношение, собственно, к журналистике. Потому что мы знаем, что по телепродуктам мы подразумеваем и журналистские материалы, журналистские произведения, мы подразумеваем кино и теледокументалистику, мы подразумеваем подготовку телевизионных программ и телевизионных шоу, в том числе и развлекательного характера, мы подразумеваем элементы и кинопроизводства сегодня, и того, что мы сейчас говорим о телепроизводстве, туда же мы сегодня включаем и навыки подготовки геймифицированного контента, это уже тяготеет к IT-технологиям больше, организации проведения стримингов и подкастинга, там очень много технологий, там очень много VR и AR-журналистика, VR и AR-видеопроизводство, видеопроизводство для новых медиаплатформ, это мы видим, что не только телевизор сегодня является носителем видеоконтента, там много технологизма, там много того, что подразумевает под собой термин искусственный интеллект, это такая, имеющая очень свою специфику и свои особенности направления подготовки. Спасибо, у нас есть еще такой вопрос, скажите, пожалуйста, где сделать подтверждение статуса соотечественника для иностранца, для поступления в магистратуру, то есть, видимо, хотят по программе соотечественников поступать? Все документы, связанные с поступлением наших иностранных граждан, можно будет подтверждать и сдавать, соответственно, в нашем департаменте внешних связей. Для иностранных граждан, для иностранных абитуриентов, в принципе, будет и летом, в вочном режиме, в режиме офлайн, скажем так, работать сотрудники для приема документов, для консультирования, потому что по приему иностранных граждан, конечно же, вопросов куда больше и нюансов всегда больше. Поэтому, в принципе, я думаю, мы сможем вот здесь под прямым эфиром оставить ссылочку на департамент внешних связей, на план приема для того, чтобы вы смогли уже непосредственно написать на электронную почту и задать конкретный вопрос, вам подскажут, какие конкретно документы необходимы для подтверждения статуса соотечественника. Ну и тогда сразу же сюда, еще один, потому что вопрос, который касается подачи документов, нужна ли будет электронная подпись при подаче документов, и сканы должны быть черно-белые, цветные или неважно? Цифровой электронной подписи быть не должно, она не требуется, более того, не требуется копия нотариально доверенных документов. Вы будете поступать исключительно по скан-копиям. Требования к скан-копиям, в принципе, они одни, то есть это может быть четкая фотография в формате JPEG до 30 мегабайт объема. Главное, чтобы данные на этих фотографиях или на этих сканах были максимально читабельные, потому что они будут проверяться через федеральную систему, и для того, чтобы мы смогли идентифицировать ваши документы, соответственно, они должны быть просто читабельными. И еще сразу в догоночку вопрос уточню. Когда вы будете прикреплять свои документы, обязательно обратите внимание на то, что аттестаты и дипломы необходимо сканировать вместе с приложением со всех сторон. Ваши дипломы и аттестаты не действительно без приложения. Это ситуация, которая продолжается несколько лет. Абитуриенты думают, что одна титульная страничка – это уже есть документ, и потом возникает усложнение с принятием вашего заявления для участия в конкурсе. Обратите на это внимание. Мы вот уже поговорили о трудоустройстве политологов, социологов. Спрашивают, что можете сказать о трудоустройстве после окончания вашего вуза тележурналистика, дробь журналистика? Ну, тут очевидно, что куда они трудоустраиваются. То есть, медиа-структур, медиа-холдингов, медиа-подразделений сегодня при огромное количество. И здесь проблем больших с трудоустройством нет. Кроме того, сегодня достаточно много бизнес-проектов индивидуальных рождается у наших выпускников и вообще у людей, обладающих навыками производства и продвижения контента. Спектр достаточно большой, но я вот уже говорил, что мы сегодня усиливаем в, скажем, планах подготовки такие составляющие, как IT, как то, что связано с искусственным интеллектом. Это дополнительные компетенции, которые, вот сегодня мы видим, что определенный кризис имеется, например, на рынке, какие-то там медиа-структуры сокращаются, уплотняются и так далее, но при этом с дополнительными навыками люди, обладающие искусством производить контент, искусством работы со словом, с массовой аудиторией и плюс с компетенциями, связанными с IT и еще иностранные языки там усиливаются достаточно сильно. Они при всем при этом достаточно широко и многогранно востребованы. Так что я бы даже не сказал, что есть такая очень серьезная проблема. Все выпускники этих направлений, кто ставит своей целью продолжать свою работу по профессии, трудоустраиваются абсолютно без проблем. Еще у нас есть такой вопрос. Организуются ли какие-то поездки на учебу за границу, может быть, по обмену, по какой-либо программе? Есть ли какие-то партнерские отношения с институтами за границей? Да, конечно. Программы академической мобильности, которые очень хорошо развиты в университете, работают регулярно. Единственное, сейчас, конечно же, немножечко этот процесс откладывается до лучших времен, но, в принципе, у университета есть огромное количество договоров с университетами и компаниями за границей. Это и Европа, и Америка, и в страны СНГ, естественно. То есть у студента, если есть желание обучаться где-то и получать дополнительные знания и навыки, он выбирает из имеющихся договоров в университете ту программу, которая его интересует, подает туда документы и благополучно уезжает. То есть, в принципе, программы академической мобильности, они бывают как краткосрочные, так и долгосрочные. То есть, начиная от двух недель, это самые коротенькие программки, до семестра обучения. При этом студент переводится на индивидуальный план, и приезжая из-за границы, возвращаясь со своей стажировки, он продолжает обучение в той же группе, в индивидуальном порядке, закрывая ту сессию, которую он пропустил, будучи за границей. То есть, здесь, конечно же, процесс налажен, и мы только приветствуем в силу академической мобильности. Я подкреплю слова Викцины Валерьевны конкретными примерами. Только за последние полтора года в стажировке Польша – Лодзинский университет, Латвия – Латвийский университет, Германия – Гессинский университет, Беларусь – Организация ССК РФ, Иран – Организация Мешкетский университет, Чехия – Масариков университет, Карлов университет, Саудовская Аравия – университет Умалькура и Китай – университет Ляо Кан. Это только сводка и то неполная, куда наши студенты ездят на включенное образование последний год-полтора. У нас есть несколько вопросов, которые связаны с телевидением, поэтому, Леон Григорьевич, как проходит практика на факультете тележурналистика? На направлении телевидения? Значит, здесь как раз, во-первых, надо отметить, что мы с этого года переходим на подготовку по направлению тележурналистика и телевидения по принципу творческих мастерских. Соответственно, учебные планы сформированы, и это позволяет как раз усилить практико-ориентированную составляющую. Сегодня уже достаточное количество курсов, которые ведутся на журналистике, на телевидении, имеют своим итогом какой-либо медиапроект. И вот нарисовать границу, что вот здесь заканчивается учеба, а вот здесь начинается практика, сегодня уже достаточно сложно. Они постоянно находятся в практико-ориентированной деятельности. Теперь, если говорить о специализированных площадках, вот только для практик. Во-первых, Казанский федеральный университет имеет большое конкурентное преимущество в виде собственной телекомпании. Вот даже тот павильон, где мы сидим, это павильон телекомпании «Универ ТВ». Это полноценная 24 на 7 телекомпания, оборудована самым современной техникой, павильонами, вещающая в кабельных сетях, то есть не какого-то внутреннего пользования. Это первая достаточно серьезная база. Дальше редакции и холдинги, располагающиеся на территории Республики Тарстан. И подразделения федеральных масс-медиа, которые здесь работают. Я не зря вспомнил про творческие мастерские. Это не только дополнительная возможность творчески развиваться. Кстати, к вопросу, чего ехать сейчас в другие города, в те же столицы, когда эти мастера будут здесь вести занятия с нашими студентами. Но это еще и тоже база практик, потому что очевидно, что они будут студентов привлекать на свои площадки, которые находятся на территории преимущественно Москвы сегодня. Так что вот здесь спектр... Это новые компании появляются сегодня, которые требуют производства гемифицированного контента. Это компании по производству видеоигр всевозможные, подкастинговые. То есть здесь возможности расширяются для проведения и организации проведения практик. Я просил нас еще рассказать про магистратуру направления телевидения, как будет проходить, собственно говоря, вступительный экзамен, чем будет учеба отличаться от бакалавриата. Магистратура телевидения. В какой форме? Также в дистанционном формате, во-первых, да, потому что мы все вступительные проводим исключительно в дистанции. Другое дело, что если на бакалавриат на телевидении у нас в этом году, ну, фактически мы изменили форму вступительного и адаптировали ее под некий тестовый формат, то в магистратуру, естественно, это будет письменная работа по программе, которая опубликована на сайте приемной комиссии Казанского федерального университета. То есть вы в электронном виде будете сдавать, писать ответ на заданные вопросы, комиссия будет их проверять, в общем-то так. Ну, я вот почему попросил помощи, потому что действительно есть специфика этого сезона, да, что называется. И тут нужно быть очень точным, чтобы не ввести в заблуждение. А вообще, кстати, стоит обратить внимание, что появляется новая магистрская программа медиа-менеджмента-продюсирования по направлению телевидения, которая привносит еще и дополнительные, чем отличается от бакалавриата, да, дополнительные знания по организации, в том числе экономической, бизнес-организации производства тех или иных видеопроектов. Это уже более сложное и по программе, и по цели дальнейшей, да, которые ставят перед собой обучающиеся на этой программе, вот, задачи. Или, скажем, цифровой трансмедийный стори-теллинг, который сейчас преподается, там, магистрская программа работает, очевидно, что там достаточно большое количество очень специфических, нацеленных уже вот на эту составляющую предметов, курсов, что, конечно, отличается от бакалавриата, где даются, ну, что называется, азы, основы, базы, некоторое общее, позволяющее в целом не потеряться, да, на медиапространстве, в данном случае визуальном. А тут уже более точечно идет подготовка специалистов. А у нас еще вопрос есть такой, всех ли первокурсников обеспечивают общежитиями, но я, наверное, немножко перефразирую, где будут жить первокурсники? Вот так вот я лучше задам. Все первокурсники, которые нуждаются в местах общежития, 100% заселяются в деревни универсиады. То есть здесь, вне зависимости на бюджет, человек уступил на контракт, бакалавриат это или магистратура, все заселяются в деревни универсиады. Начиная со второго курса уже происходит заселение в наши разные общежития, это студенческий городок и деревни универсиады на основании аттестации. То есть если студент не имеет задолженности, не имеет выговоров, нарушений правил внутреннего распорядка, участвует в общественной жизни института и университета, то, соответственно, никаких проблем с дальнейшим проживанием в общежитиях у него тоже нет. Да. Ну и вопросы, которые пойдут дальше, будут касаться так или иначе учебного процесса. Поэтому чем занимаются студенты, которые учатся на теологии и где они работают после завершения учебы? Ну, теология, надо сказать, одна из таких интенсивно развивающихся направлений подготовки. Она открыта у нас с 2013 года, стала тоже недавно полного цикла и пользуется довольно большой популярностью, поддерживается государством. И, ну, я бы сказал так, достаточно перспективно. Если говорить чисто формально, то в 2018 году вышел профессиональный стандарт, то есть государственный документ, подписанный министром Туда Топилиным, в котором определено, что должности, замещаемые в аппарате государственной власти, который называется специалист в области межнациональных и специалист в области межконфессиональных отношений, должны иметь образование, в том числе теологическое. Это означает, что выпускники направления теологии, им гарантировано распределение на соответствующие должности в муниципальных органах, органах госвласти, ну, которые называются область государственно-конфессиональных, иногда государственно-церковных отношений. То есть они выступают посредниками между государством и конфессиями в области налаженного отношения, поддержания гражданского мира, согласия, реализации различного рода благотворительных проектов, волонтерских движений и тому подобное. Многих теологов приглашают в свои специализированные образовательные учреждения, сами конфессии. Это работа в различного рода духовных образовательных учреждениях, в школах, в воскресных школах, в семинариях и тому подобное. То есть теологам в этом смысле с работой повезло, я бы сказал так. А на каких направлениях обучения предусмотрены дополнительные вступительные испытания помимо ЕГЭ? Помимо ЕГЭ предусмотрены вступительные испытания исключительно на направлениях, которые, ну, скажем так, относятся к творческим. В нашем институте это два направления, журналистика, о которой мы уже говорили, и, собственно, телевидение, два направления бакалавриата. На остальных направлениях подготовки мы принимаем абитуриентов исключительно по результатам ЕГЭ. А имеются ли какие-то дополнительные баллы для победителей, финалистов, российских олимпиад, медалистов? Так же, как и в прошлом году, здесь, я думаю, можно будет под эфиром прикрепить ссылочку на правила приема, где опубликован полный перечень так называемых индивидуальных достижений, баллов, которые университет предоставляет таким абитуриентам. И, безусловно, и аттестаты с отличием, и победители-призеры всероссийских олимпиад перечневых, они, конечно же, поощряются дополнительными баллами. Суммарно абитуриент может получить до 10 баллов за индивидуальные достижения. Безусловно, при предоставлении, ну, в нашем случае сейчас, сканов подтверждающих документов. А можно ли обучаться, например, на журналистике, но при этом получить дополнительное образование переводчика, если можно, то как это сделать? Здесь, наверное, вы ограничиваетесь исключительно своими желаниями, возможностями и умением самоорганизации, потому что вы, в принципе, можете поступить, например, на бакалавриат по журналистике, обучаться на очной форме обучения там, и получить дополнительное образование, обучаясь на заочной, например, форме, или очно-заочной, то есть вечерней форме обучения на любом другом направлении подготовки. Здесь вопрос о том, насколько вы сможете совмещать учебу на разных направлениях подготовки, хотя, в принципе, у нас студенты достаточно активно этой возможностью пользуются и обучаются очень часто не только в разных направлениях, на разных направлениях, но и на разных совершенно областях знаний, то есть гуманитаристику совмещают с IT, например, или с филологией и так далее. То есть, пожалуйста. Ну, в данном случае я бы добавил вот конкретно вопрос о языковой подготовке. В университете существует под эгидой Институт международных отношений Центр языковых компетенций, и там по программам дополнительного образования, разной длины, есть короткие, есть длинные и так далее, вы можете получить языковедческое, переводческое образование. Хочу лишь только заметить, что, согласно закону об образовании, любое второе образование в стране всегда платное. Есть у нас еще такой вопрос, какие языки иностранные преподаются в Институте и на каком направлении? Вообще все направления подготовки, которые мы реализуем, они обязательно с наличием иностранных языков. Другое дело, что у нас есть ряд направлений, где определенные языки являются обязательными, ну, мы, например, говорим о рекламе связи с общественностью, там обязательные языки для изучения, это английский и немецкий на протяжении всего периода обучения. Мы говорим о профиле, допустим, телевидении английский и китайский, то там, соответственно, да, вполне логично, английский и китайский обязательные языки. Для всех остальных направлений подготовки у нас ребята имеют право выбора и, соответственно, изучают либо английский, либо немецкий, либо французский языки на их усмотрение. А как проходит практика у студентов религиоведов? Я, пожалуй, добавлю, потому что у студентов направления религиоведения есть несколько разных видов практик. Во-первых, это учебная, производственная, так называемая, и преддипломная. Что касается учебной практики, она проводится на базе университета и заключается в формировании навыков написания научной работы. Когда мы говорим о производственной практике, тут как раз Михаил Дмитриевич уже сказал, то есть она проводится либо в государственных учреждениях, учреждениях, которые так или иначе связаны с конфессиями в качестве историко-религиоведческого профиля, и, соответственно, преддипломная практика, которая заключается в закреплении, скажем так, навыков, опять же, научно-исследовательской деятельности. То есть это работа с текстами, это анализ, экспертиза текстов, в том числе и религиоведческих, исторических, которые так или иначе связаны с тематикой их научно-исследовательской работы. У нас еще такой вопрос. Будут ли какие-либо льготы или скидки для студентов платного отделения в связи с пандемией COVID-19? Здесь, я думаю, что я могу сказать, возможности снижения стоимости обучения, насколько я понимаю, об этом вопрос, она возможна только в случае, если учебный план, который предусмотрен в данной организации, он выполняется не полностью или некачественно. Этот семестр, на самом деле, обучение нам показал и продемонстрировал, что мы способны организовать и адаптировать полноценный образовательный процесс, исключая сбор студентов оффлайн. Более того, как выяснилось, по целому ряду дисциплин, которые требуют проектной подготовки или умения и получения навыков работы с определенными программами, платформами в интернет-пространстве, как раз вот наше дистанционное обучение, которое сейчас у нас организовано, оно как раз оказалось более оптимальным и более плодотворным именно для закрепления, для формирования вот таких практических навыков. То есть, в принципе, у нас обучение реализуется в полном объеме. Более того, фактически мы работаем вот сейчас преимущественно на площадке программы, так называемой Microsoft Teams, где фактически каждый у себя за компьютером, но, в принципе, эффект присутствия, скажем так, в аудитории, он никуда не делся, он не нарушается. То есть, студенты точно так же в режиме онлайн с преподавателем работают и с лекциями, и с семинарскими, и лабораторные занятия, которые более того, совместно группами выполняются здесь и сейчас непосредственно на этой платформе. Поэтому говорить о снижении стоимости обучения, наверное, немного преждевременно, более того, нагрузка у преподавателей и у студентов, она возрастает, трудоемкость подготовки к каждому занятию преподавателя, она действительно возрастает. Ну, поэтому, наверное, я ответила на вопрос. Вот, смотрите, еще, наверное, нужно добавить вопрос от человека, считающего, умеющего считать средства, это очень правильно, но все опознается в сравнении. Вот подготовка по направлениям, аналогичным направлениям, например, в столице нашей Родины, стоит примерно в три раза дороже. При этом качество подготовки в Казанском федеральном университете достаточно высокое, а по некоторым, многим, я бы даже сказал, показателям, на самом деле выше. Не будем никого там обижать, расстраивать, но это действительно факт. При этом, смотрите, мы вводим те же творческие мастерские, это федеральные мастера, то есть в три раза дешевле, что называется, студент получает тех же самых людей, которые и там, здесь в качестве преподавателей. Базы практик, не игрушечные, не экспериментальные студии, а полноценные телеканалы, ньюсрумы, прямые контакты, вот то, что сейчас говорили, да, с крупными, начиная от государственного совета, государственных органов, заканчивая крупными бизнес-структурами. При этом, опять же, то, что сейчас говорили, не только комфортное и достаточно современное, скажем, про деревни универсиады спрашивали, да, говорили, но еще и одно из самых недорогих в России. При этом сама жизнь в Казани достаточно недорогая, при том, что инфраструктура, особенно та, которую любит молодежь, да, она здесь абсолютно так же представлена. Безопасность и толерантность, то, что мы называем, да, тоже в Казани на высочайшем уровне находятся. То есть, вот сегодня, вот, и сказать, что вот это все, на самом деле, при похожих, а иногда даже более низких параметрах, скажем, во многих иных вузах, стоит гораздо дороже. Здесь Казанский университет и так уже, я считаю, вот, максимально идет навстречу студентам, понимая ситуацию. И в этом году, ну, скажем, ну, очень символическое движение ценовое ожидается. Так что, я думаю, это уже, вот, вспомните сейчас, да, вот эту ситуацию. Люди, оставшиеся в общежитии, освобождаются от платы за общежитие, не выселяются оттуда и при этом получают продуктовые наборы. Ни один раз, ни два раза, да, за счет средств, которые выделяет университет. Медицинская поддержка. То есть, здесь достаточный набор еще дополнительных услуг и возможностей. Спортивные комплексы бесплатные, культурные центры, которые предоставляются бесплатно студентам Казанского федерального университета. Я думаю, что это того стоит. И у нас есть еще пару вопросов, которые касаются журналистики и телевидения. Обязательно ли наличие портфолио при поступлении в магистратуру на журналистику, слэш телевидение, слэш медиакоммуникации? Обязательно ли портфолио? Портфолио, да. Нужно ли иметь какое-то? Портфолио всегда приветствуется. Но сейчас мы не говорим, что оно обязательно. Но это всегда при прочих равных условиях твой дополнительный бонус, когда... Да, оно просто подчеркивает, во-первых, уже видно, насколько человек готовым приходит и подготовленным приходит к выбору своей будущей профессии. Насколько он серьезно к этому относится, раз этим занимался какое-то время до прихода в университет. Какие-то его симпатии, антипатии уже творческие видны, что тоже полезно, потому что потом можно более персонифицированно с этим человеком работать в процессе обучения. Ну и, конечно, ты понимаешь, что он будет очень быстро и динамично расти, у него уже большие шансы чисто конкурентные в высококонкурентном медиам мире. Поэтому портфолио всегда хороший бонус. Ну и еще такой вопрос. Большой ли конкурс будет в этом году на факультет телевидения? Как считаете, почему-то абитуриенты продолжают называть телевидением факультетом? Да. Но, как сказать, большой-небольшой, скажу так, недостатка в абитуриентах мы не испытываем. То есть количество желающих обучаться, ну в данном случае, вот раз про телевидение вопрос, по направлению телевидения, традиционно. Ну вообще по всем, если брать высшую школу, по всем направлениям, представленным в высшей школе журналистики, традиционно достаточно высокая. Год, каждый год бывает разным, да, но каждый год все равно приводит к тому, что нам приходится выбирать в том числе. У нас еще традиционно есть такой блок, который посвящен иностранным студентам. Что, собственно говоря, будет с иностранными абитуриентами, если вдруг наступает 1 сентября, границы не открывают, как будет организовано обучение? Ну, для студентов старших курсов, да, то есть со второго и последующие, мы уже планируем, да, конечно же, эту ситуацию. И, соответственно, мы организуем дистанционное обучение, то есть ребята никак не будут отставать в процессе учебы, они будут, вне зависимости от возможности приехать, будут осваивать образовательную программу. А для ребят, которые в этом году будут поступать, здесь тоже ситуацию, мы, конечно же, прогнозируем разные возможности, разные варианты развития и начала учебного года. И то же самое, да, во-первых, даже если, допустим, приказы о зачислении будут выходить после 1 сентября, такое тоже возможно, конечно, то, соответственно, данные ребята просто будут у нас дополнительно изучать пройденный уже курс остальными первокурсниками в условиях дистанционного режима. То есть, соответственно, также образовательную программу мы будем осваивать, и иностранцы наши первокурсники будут осваивать в полном объеме. Соответственно, что я еще хотела сказать, даже если заселение и зачисление, соответственно, первокурсников иностранных граждан у нас будет вплоть до ноября месяца, то есть, в принципе, мы рассматриваем все варианты, все возможности для того, чтобы первый семестр, первого курса прошел полноценно для всех наших абитуриентов. У нас поступил еще такой вопрос, насколько программы регистратуры можно подавать документы одновременно? Ну, здесь работает то же самое правило, что и с абитуриентами, поступающими на бакалаврия, то есть, вы имеете право подавать внутри одного вуза на три направления подготовки, и всего по России, соответственно, в пять вузов. То есть, здесь те же самые правила. Ну, у нас еще есть такой традиционный вопрос про дистанционную подачу документов. Еще раз, как это работает, как это реализовано, что вот сейчас необходимо делать абитуриентам? Прямо сейчас единственное, что необходимо сделать абитуриенту, это зайти на сайт приемной комиссии, ссылочку оставят обязательно, в раздел Казанского федерального университета по подаче документов. Прочитать нормативные документы, потому что вы должны быть все-таки юридически грамотными и подкованными. Вся актуальная информация регулярно размещается на сайте приемной комиссии. Далее, начиная с 22 июня, вы можете регистрироваться в социально-образовательной сети «Буду студентом», ссылочку тоже обязательно оставим, куда вы взносите все свои личные данные, вы подаете информацию, если вы выпускник прошлого года, у вас есть уже данные по ЕГЭ, соответственно, вы вбиваете все эти данные, прикрепляете сканы своих документов и в электронном же виде подаете заявление на интересующее вас направление подготовки. Далее, в этой же системе «Буду студентом» вы можете в режиме онлайн смотреть и отслеживать свой рейтинг, то есть вы знаете план приема на бюджет, план приема на контракт, вы будете видеть себя в полном перечне абитуриентов, подавших документы на данное направление. И дальше уже, опять же, вы должны очень четко отслеживать информацию на сайте приемной комиссии по срокам дополнительных вступительных испытаний, по срокам подачи оригиналов документов, это будет уже после зачисления, по срокам публикации приказов о зачислении. Обязательно отслеживать свою электронную почту, которую вы оставите при регистрации, потому что в случае возникновения вопросов у приемной комиссии все письма будут направляться на вашу электронную почту, и вам нужно будет оперативно дополнять, изменять, корректировать свои данные, которые вы подаете для участия в конкурсе. Большое спасибо за столь подробную инструкцию, большое спасибо за столь подробные ответы на наши вопросы. Я напоминаю, что в эфире у нас был InstaLife с Институтом социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. На вопросы абитуриентов у нас отвечали директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Михаил Дмитриевич Силкунов, директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид Григорьевич Толчинский и заместитель директора по образовательной деятельности Екатерина Валерьевна Снарская. До новых встреч, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok